Привет, друзья! Сегодня день шестой моих блогов, десятидневных блогов, и сегодня у нас целый день уборка. Но прежде чем показать, как мы убираемся, я расскажу немножко про уборку. На самом деле я этот вопрос изучила как с точки зрения практики, потому что каждый день это практика, так и с точки зрения теории. Теоретический вопрос тоже я изучила. Каким образом, почему я изучила теоретический вопрос? Потому что где-то год или полгода назад YouTube в рекомендованных видео мне предложил видео про уборку какую-то. Ну, я посмотрела, потом еще другое посмотрела, и другое, и другое. И я посмотрела целую там серию этих видео, ютубер, блогеров, которые рассказывали про уборки, про методики уборки. Можно сказать, я изучила этот вопрос с точки зрения теории. Немножко расскажу. Ну, на тот момент еще было актуально, это еще и потому, что на тот момент и продолжается эта проблема, и я думаю, эту проблему буду я еще дальше решать. Проблема в том, что дочка не любит убираться. Вот у нее проблема, она не любит, не хочет, это ее как бы, не нравится ей эта уборка. В общем, мы с этим работаем, боремся, можно сказать. В этом направлении движемся. Вот, поэтому я тогда заморочилась, все это изучила, слушала видеоблогеров. Два момента, которые меня тогда врезались в память. Первый момент. Слушая вот эту теорию про уборку, я заметила тот факт, что к своим 40 годам я, значит, все это на практике сама ко всему этому пришла. То есть я слушала и просто некоторые лайфхаки, там, какие-то для себя отмечала, что-то можно вот как-то так поступить. Но все это, само собой, пришло к 40 годам уже, ну, к 37 моим годам. Вот. Или 38. В общем, 81-го я, надо посчитать, сколько там мне лет опять. Я расскажу вкратце про две методики. Это методика Конмари, Мария Конда, которая разработала свою методику. И вторая, Флайл Леди. Ну, скажем так, больше мне понравилась Конмари в том плане, что, во-первых, заинтересовала этот человек, эта женщина. Она занималась уборкой с 5 лет. Она сделала это для себя профессиональной своей карьерой, скажем так. Она стала консультантом по уборке, как бы в основе занималась этим вопросом. И в итоге она написала бестселлер, книгу, очень-очень популярную во всем мире, «Магическая уборка» по методике Конмари. В общем, очень стала популярна эта книга. И в ней основные принципы я кратко расскажу про вот эту книжку, про ее методику. Первое, что она предлагает, это все вещи, которые есть в твоем жилье, распределить не по принципу, нравится или не нравится. То есть не по принципу, нужно, не нужно, дорого, пригодится и так далее. Вот берешь в руку вещь и оцениваешь ее, нравится эта вещь тебе или не нравится. Если она тебе не нравится, то ты ее выкидываешь, убираешь все, отдаешь кому-то. Если нравится, то оставляешь. И таким образом вся твоя квартира, все твое жилье наполняется вещами, которые тебе нравятся. И все это все пространство уже становится приятным, тебе нравится. Ну вот это основная линия, красная линия ее книги. Во-первых, это нравится или не нравится. Второе, это минимализм. То есть ты освобождаешь пространство своего жилья. По принципу нравится или не нравится. И нужно освобождать жилье по ее мнению определенная последовательность. Первое, это одежда, потом книги. Третье, это всякие вещички там, подарки, памятные вещи, всякие там привезенные, откуда там камешки, все такое. И последнее, это синтетические вещи. Начнем с вещей, с личных вещей. В общем, кратко расскажу. Нужно все свои одежды, свою, допустим, мою, всю свою одежду вытащить из шкафов, из мешков, где спрятаны все твои вещи. Это и зимнее, и летнее, и нижнее белье, и одеванное, и еще новые, которые не одевала, и которые просто лежат, ждут своего. Все вытащить в кучу и вот с эту кучу начинать, начать распределять. Первое, по принципу нужно, нравится или не нравится. Вот. И уже то, что не нравится, малом, лежит просто так, все это в мешок и сразу убираем. Выкидываем или отдаем, сразу, в тот же день. Вот. Второй, по этому же принципу, книжки нужно все распределить, нравится или не нравится. Тоже вытащить в середину комнату кучу, сделать книжек, это, как сказать, распределить. Также все эти вот вещички, которые заполняют нашу квартиру. В общем, освободить место в жилье. В твоем. И также все эти памятные вещи, базочки, картины, там, всякие там подарки, которые тебе подарили, и они лежат. Перебрать по принципу, нравится или не нравится. Вот. Это принцип Конмари. Из этой вот всей теории я взяла для себя следующий момент. Я начала вещи свои складывать в трубочку. Покажу потом. Флайледи. Флайледи. Ну, мне не понравилось, сразу не понравилось то в этой методике, то, что там время засекаешь каждый день на уборку. То есть, дается время 10 минут в день, и ты ни на что не отвлекаешься и просто убираешь это в свою квартиру. Ну, еще с Флайледи очень такой момент хороший, что нужно каждый день убираться в каком-то, что-то убирать, в какую-то зону. В общем, немножко, пусть это маленький уголок, но ты должна убрать. В прихожей вот раскидать сразу вещи. Там какой-то столик, где копится. Нужно вот каждый день это убирать. И, допустим, у каждой вещи должно быть свое место. И как и Флайледи, как и Конмари, вот это тоже очень актуализируется. У каждой вещи должно быть свое место. И как ты пришел, вещи не кидайте там в прихожей, а все сразу разложить по своим местам. Просто не запускать беспорядка, скажем так. Если, в общем, говорят, своим 50 с лишним годам, я к этому тоже сама пришла, что нужно каждый день что-то где-то убираться. Нужно каждый всегда складывается все желательно на свои места. И, в общем, не запускать беспорядка. Где-то, допустим, сегодня я, ну вот дверь, там нужно отпечатки пальцев стереть. Пусть это там полметра на метр территория, вот, да. Но это надо протереть, чтобы завтра уже другое место тереть, скажем так, или пол подтереть. Вот. Это первый момент, который мне очень запомнился. И второй момент, сейчас я расскажу, который врезался в мою память, врезался в мое сознание, это то, что каждый первый блогер начинает вот это вот про уборку своей блоги, своей видео с того, что они не любят убираться. Вот, знаете, вот как. Я не люблю убираться, поэтому я начала изучать вот эту методику, и она мне понравилась, и я теперь убираюсь по этой методике. С детства, или второй вариант, с детства мне не нравилось убираться, я ненавидела убираться, и поэтому я вот обратилась к этой методике и для себя отметила, что это суперклассно. И каждый, каждый, каждый блогер, женщина вот с этого начинает, что она ненавидит убираться, что это вот вообще не ее, это ужас, который вообще всей жизни можно придумать, и поэтому она пришла к этой методике. Ну, это вообще смешно, во-первых. А во-вторых, я считаю, что это кокетство женщин. Вот женщина начинает так кокетничать. Я так-то не убираюсь, так-то я привыкла, что все за мной убираются, а тут вот мне пришлось убираться, и вот я обратилась к этой методике. Как бы мы, женщины, немножко потеряли ориентиры в жизни. Вот, скажем так, круто это носиться с ружьем, с автоматом по горам, круто это на джипе рассекать по ночному городу, круто там еще какие-то варианты, да? Но не круто убираться дома, не круто заниматься детьми, уборкой. И вообще, ты полный отстой, когда ты признаешься, что тебе нравится убираться. То есть ни в коем случае нельзя признаться в том, что ты убираешься, и тебе это нравится. Вот это нельзя так начинать блоги. В общем, я не думаю, что большинство женщин не любят убираться. И обобщая все, что я сейчас сказала, я скажу следующее. Все зависит от навыка, от того навыка, который тебе привит с детства. Эти проблемы сейчас с Машей у нас возникают, от навыка, который я ей сейчас привью. Понимаете, если у тебя есть навык уборки, если тебе несложно взять все поднести, убрать, ты знаешь, что куда ложиться, что где тряпку взять, пыль вытереть, это не проблема, то ты все это делаешь на автомате, и ты как бы не зацикливаешься на этом. Ты делаешь это автоматически и думаешь про свои мысли. У тебя в голове свои мысли, своя работа мозга, обдумываешь какие-то интересные для тебя вещи. Ну, а делаешь это на автомате, от этого никуда не деться. Все равно придется убираться рано или поздно. В общем, вопрос в навыке. И рвется, когда тонко, когда рвется, рвется, когда тонко. Когда рвется, когда у женщины нету навыка к уборке, нету навыка к готовке, и тут рождается ребенок. У тебя, ты кое-как убирался по молодости, кое-как готовил, и тут еще родился ребенок, и все, это кризис. Кризис, все летит в трамп-трамп, ребенок орет, все, хлам везде, мусор, в общем, неприготовленный, муж недовольный. В общем, этот кризис, который рано или поздно переживает любая женщина. И тогда мы обращаемся к ютубу, мы смотрим видео про уборки, как через это выйти. И потихоньку все равно, там, выползаешь с этого кома проблем, так или иначе, как побитое окошко, или как ты уже немножко уже полегче тебе, или вообще это легко. Выползаешь все равно с этого кома, заодно изучаешь эти методики, узнаешь, что складывать нужно трубочкой, что лучше вертикальное хранение вещей, чем все это складывать. Что в итоге узнаешь много новых лайфхаков, и ты становишься, переходишь этот период, и уже можешь другим что-то сказать. Ну так вот, я хочу сказать, я хочу, чтобы моя дочка не прошла через этот кризис, или, по крайней мере, прошла через него как можно безболезненнее, чтобы у нее был навык ко всему этому, потому что все равно, конечно, мы думаем, что у нас у всех будут, у моих детей и у всех девочек, которые сейчас, у них будут там работницы, но все-таки придется все равно в жизни встретиться с этим вопросом, придется все равно заниматься всеми этими делами. Проблема в уборке у меня тоже была в детстве, но меня заставляли убираться, заставляли. У меня были свои обязанности, я должна была мыть пол, вытирать пыль, должна была там на кухне посуду помыть. У меня были обязанности, и где я не жила, я везде как бы убиралась до места, где я живу. Потому что когда я уже уехала от родителей, я жила, можно сказать, одна там, и все равно за собой приходилось убираться. А девочки у нас растятся таким образом, что у нас есть бабушка, которая убирается, у нас есть мама, которая убирается, и вот ребенок, который у нас барышня. Барышня, которая в итоге все равно станет мамой, которая в итоге все равно придется к этому возрасту, где ей все равно это придется делать, убираться, готовить, простить ребенка. Вот. Ну что ж, я буду готовить практически свою дочку, но при этом у меня есть желание прочитать вот эту саму книгу, Кон Мари, которую Мари Кондо написала, «Магическая уборка», если у меня получится, я возьму, будет возможность найти эту книгу, она попадет мне в руки, я буду ее читать с Машей, чтобы она не только с практики это все узнала, а заложилась в ее мозге, это теория. Делаем мы каким образом? Я на ночь читаю книги. Раньше мы читали всякие там детские сказки, сейчас мы читаем взрослую литературу, потому что у меня нет сил детские сказки читать. Я просто, это для меня такое испытание, которое мне хочется избежать этого испытания. Она лежит и так слушает, думаю, так ей интересно эту сказку, это Буратино, это не знаю, почитать, но интересно вот ей слушать. И вот можно часа два читать, пока они уснут или пока все это надоест, главу прочитаешь. А когда читаешь взрослую книжку, они так быстренько засыпают, мы же прочитали «Герой нашего времени» Лермонтова. Конечно, я пропускаю такие моменты, где там пикантные моменты, все не читаю. И еще мы читали с Илью книг «Как это сделано?» Там книги такие, как устроена земля, как устроен космос, потом, что такое балет, как перерабатывается мусор и какие-то уже основательные книги. А сейчас мы, она мне читает сказку, морозка она мне сейчас читает, а я ей читаю «Достоявские бедные люди». Мы сейчас ее читаем. Она вообще ноет, ей не нравится слушать, но зато засыпают моментально. За пять минут засыпает ребенок. Не сказка ли? Начала только читать, а она уже спит. В общем, и так же будем читать, если попадет в руки книга, конь Мари. Все. Ну а теперь наша уборка. Как мы убираемся, как вообще-то проходит наша уборка в нашем доме. Внимание. Итак, мы пришли в комнату к Маше. Маша занимается уборкой. Да, Маша, ты занимаешься уборкой? Да. Я уже вижу, что к вечеру у нас заправлена кровать. К скольки у нас к вечеру кровать заправилась? Не знаю. Сейчас что ты делаешь? Ага, свои часы показаешь. Ты сейчас вещи свои раскладываешь. Что там у тебя творится? Это лежат твои вещи, да? Да. Ты их сейчас складываешь? Видите, сколько у меня много вещей? И такая же... Вот такая, наверное, гора еще. Была, да? Еще есть такая гора. Где? У меня вещей. В этих полках. Ну, тут относительный порядок. Потому что я не узнала. Тут тоже относительный порядок. Тут уже более-менее... Одни штаны только валяются, непонятно как. Ну, давай, Маша, ну, признайся, за что ты делаешь всю эту уборку? Маша, ты за мороженое делаешь эту уборку? Да, я съела мороженое. Ну, у нас была договоренность с Машей, что она ест мороженое, но за это убирает свою комнату, да? А вот носки... А я не знаю, как носки складывать. Нормально и так хорошо носки лежат. Буквы тоже в угол сложи, хорошо, и потом подместите, не забудь. Ладно, а может даже помыть. Ох ты! Ой, прям разошлась. И помыть. Ага. Ты почти каждый день моешь пол. Я-то вообще у меня... Страсть. Мытья полов. Страсть? Да, страсть. Страсть мытья полов? Да, мытье полов и еще страсть у тебя. Да, даже не знаю, что делать мне с собой, даже не знаю. У тебя просто почти каждый день пол помытый. Ну, вижу пятна на полу и не могу. Просто надо мне вот эти пятна отмыть из пола. Всякие пыль, пятна, следы ног. Я себя, на самом деле, заставляю не мыть. Я вот вчера усилием воли не мыла пол, потому что вот вижу эти пятна и вот не могу. Надо мне мыть пол. Ну, я думаю, не каждый же день мыть уже все это дело. Ага. Не успеешь же помыть, как у тебя там намусорится, да? Ну, так да. Потому что у тебя же три ребенка. А мытье полов тебя просто зомбирует. Меня зомбирует на себе полов? Да, просто ааа, мытье полов обожаю! Да нет, я не обожаю вообще-то мытье полов. Ну, просто не могу смотреть на грязный, когда на меня из состояния равновесия выводит грязный пол. Просто вы... И ступор у мамы. И давай она хватает швабру и опять таскаться с этой шваброй по полу. Вот так, да? Вот так вот я мою, да? Ну, ты показала. Ну, чеба-то! Ну, покажи, как я мою. Как же она меня любит! Это я так выгляжу, когда молнию. А еще я вам не даю бегать, да, по мокрому полу. Я обрекла себя на муке. Я лох. Я последняя лошара на этой земле. Вы понимаете? Меня развели. Я потеряла бдительность. Я просто потеряла бдительность. Я вам расскажу, что произошло. Я просто последняя лошара. Мы с мужем хотели закупаться одеждой ему. Штани же никаких нормальных нету. В общем, смотрели-смотрели, в итоге-то выбирались и выбрали вот эти вот штаны. Ну, вы понимаете? Выбрали вот эти штаны. Вообще, куда я смотрела? О чем я думала? Ведь есть же нормальные штаны в продаже. В другой магазин надо было в конце-то концов идти. Я что-то красиво, да, нормально вроде смотрится. Купим, ну, купим. И купили. Купили мне на голову проблему. Вообще бдительность потеряла. Я, это, не соглашалась последние несколько лет. Вообще не соглашалась на брюки со стрелками. А тут потеряла бдительность. И на тебе, стою вот с утюгом теперь выглаживаю стрелки. Иди, смотри, ну что я за, блин, за лох такой, а? Куда я смотрела вообще? О чем я думала, когда соглашалась на покупку этих брюк? Вот куда я смотрела? Ну, давай теперь. А у меня никогда не получается одна стрелка. У меня всегда их три штуки получаются. Не знаю, блин, ну кто-кто-кто. О, ой. Ну что такое? Ладно, все, пока-пока. По системе Мориконда покажу, как лежат футболки. У нас, ну как я, скручиваю. Скручиваю футболки и вот так вот кладу. Ну, это, в общем-то, все, что я взяла от нее. Все, что я узнала новенького. И это, в общем-то, мне нравится, потому что, если их складывать вот так вот, вытаскивается любимая футболка, а все остальные оставляются вот так, кучей. Если складывать вот так, трубочками, любимую футболку все-таки можно вытащить и не разрушив всю пирамиду. А сейчас я покажу вот самый-самый ужас своей квартиры. Самый ужас. Все, идем. Самый ужас нашей квартиры, порядка в нашей квартире, это Федина полочка. Она вот так вот вся, вот так вот лежит. А знаете почему? Потому что у всех детей есть любимая привычка вот так вот вытаскивать свои вещи, дергать за одну, вот так, смотрите, дергаем за одну вещь. О, не получается. Вот сейчас захочешь так. И при этом падает вся куча. И всегда вот такая вот куча, потому что зачем-то детям нужно залезть в свою одежду, вот так вот все уронить и вот это вот потом смотреть, что тут лежит, искать любимые футболки. Я замучилась все это складывать и теперь у нас детские вещи лежат таким образом. Можете меня судить, можете, я не знаю, написать мне кучу гневных, ужасных комментариев, но пока нет выхода в этой ситуации. Пока это так. Подожди, Коля, Коля, расскажи, какие у тебя обязанности есть по уборке? Расскажи мне. На самом деле убивают азромеров, потом все игрушки, потом все машинки, потом все грузовики, тарты, бульдозеры, все ты убираешь сам, да? И грузины, и машины, и тарсонеров. Все ты убираешь, да? Это перед сном ты все убираешь, да, на места? Все, пошел? Коля у меня самый молодец, он единственный убирает свои игрушки. И он когда-то убирал ради какао. Не ради какао, дедушка его это, заставляет убирать, говорит, иначе игрушки в мусорку уйдут. Коля! О, какао! Коля! Коля! Коля!